В этом видео я вам покажу убийцу Леонардо, убийцу Канвы, в общем, про Адоби. Если вы, как я, раньше думали, что Адоби только для специфических профессионалов, там фотографов, иллюстраторов, то сейчас то, что Адоби делает, благодаря искусственному интеллекту, стало доступным каждому. Адоби теперь для всех. В этом видео я собрала для вас видео с их конференции, где они рассказали про их рекордное количество обновлений за все время существования Адоби. Очень много обновлений. Посмотрите, я уверена, что вы раскроете для себя один классный инструмент, где вы сможете и генерировать видео, и фото, и делать анимации, и презентации, и изменять, и генерировать картинки, и так далее. Но самое крутое, это как Адоби подошли к интеграции ИИ. Не просто интегрировать искусственный интеллект в их программы, как это делают все остальные, а из-за того, что у них есть там 40 плюс разных программ, они решили внедрить искусственный интеллект так, чтобы все эти программы стали объединены. То есть, что это означает? Ты сделал картинку в одной программе, перенес ее в другую, сделал с нее анимацию, перенес ее сразу же в монтажную программу. Все очень легко в одни клики, это экономия времени, экономия разных продуктов, подписок и так далее. Начнем с обновлений, которые будут доступны вот-вот в скором будущем, потому что они потрясающие. Потом расскажу про то, что уже доступно, то, что мы уже можем тестировать. Поехали. Первый у нас проект Fast Fill с Generative Fill. У нас есть замечательный мужчина, красивый мужчина, идет себе в костюмчике, сняли, но потом вы поняли, что, блин, это же для рекламного ролика, у него не хватает галстука на одежде. Теперь в Adobe вы сможете выбрать area, выбрать территорию, что вы хотите изменить. Дальше написать промпт, который вам нужен, к примеру, нам нужен галстук. И он генерирует галстук. И теперь, изменив и добавив объект в видео на одном из фреймов, он подставляет этот галстук во все видео. Но самое интересное, вы просто посмотрите на эти детали, он не просто добавил галстук, а он видоизменяется в цветах, потому что он идет, падает солнце, падают лучи, тени идут. И на галстуке это видео отображается. Это выглядит абсолютно естественно, я бы в жизни не сказала, что это сгенерировано и... Но это еще не все. Смотрим на более сложный объект. К примеру, вот кофе, мы видим, как оно движется. То же самое, мы выделяем территорию, которая нам нравится, пишем промп, чтобы она сгенерировала, к примеру, другой рисунок. И теперь этот рисунок подставляется так, как будто он был на кофе. Смотрим, он двигается, и незаметно, что эта картинка была сгенерирована потом. Классно, это project Fast Fill будет доступен скоро. Следующий, project Draw and Delight. Нейроночка, где я могу что-нибудь начертить, что-нибудь да нарисовать, и чтобы нейросеть, это за меня красиво потом интерпретировала. Здесь фишка в том, мы можем изменять цвета и менять цветовые гаммы. Мы выбираем какой-то один цвет, в котором мы очень уверены, к примеру, носик, мы хотим, чтобы он был розовенький. Пишем розовенько, а все остальное для нас подбирает нейронка. То есть, мы выбрали, и она нам дает 4 вариации разных цветовых гамм для этого котика. Классно подает дизайнерам одежды, либо просто вы делаете для себя какой-то логотип, но вы не уверены в цветах, продукт какой-то вы не уверены в цветах. Пожалуйста, в один клик вы смотрите разные цветовые гаммы. Но и это еще не все. Смотрим дальше. Далее мы можем продолжать эту картинку. Помимо этого, мы также можем генерировать и задник, наш фон. Но и это еще не все. Помимо того, что мы сгенерировали все объекты, которые мы хотели, мы теперь можем менять эти же объекты просто в других разовых позах. Как только мы понимаем, что картинка у нас готова, а я говорила, что он теперь объединяет все программы Adobe, мы можем перенести эту картинку с этого проекта в Adobe Illustrator. И в Illustrator все это векторизируется. То есть, мы можем полностью все, что мы хотим, максимально динамично менять. Для ваших соцсетей, для бизнесов, для фотографий, для дизайна, пожалуйста, вот такие вот вещи вы можете теперь делать. Следующий проект, проект Neo Sneak, он будет интересен для как раз дизайнеров, архитектора. На примере Inigo, этого инженера, этого проекта, он показывает, как к нему пришел клиент и попросил его сделать нарисовку. Как это было раньше, ему нужно было бы самому создавать все эти модели, создавать эти здания. Теперь с помощью нейросети все это становится намного проще. Он с помощью нейросети быстренько делает разные объекты. Это все вот кастомизировано. С помощью искусственного интеллекта добавляет разные цвета, выбирают, как, что, где подставить. Вот как оно легко делается окраска этого здания. Но это еще не все. Он показывает, как за несколько минут он добавляет сразу же площадку. Он добавляет нужные элементы, добавляет разные покраски. И из-за того, что это все викторизировано, он может менять разные диапазоны этой картинки. Вверх, вниз, со сторон, в разных цветах. И, пожалуйста, за несколько минут у него готов дизайн-проект, который он может экспортировать в иллюстратор. И дальше в этом проекте добавлять еще больше элементов. Он может менять краски, потому что где-то это черным-белым. Разбавлять на разные слои, где это может потом очень быстро все менять. И, как он сказал в видео, что на это он бы потратил недели времени, а сейчас он это сделался в несколько минут. Ну, классно же. Следующий проект у нас проект Scene Change, где вы сможете менять фон под ваши объекты. К примеру, то, что всем понравилось, это он объединил непохожие сцены и непохожие цвета. Снял просто разные объекты. Вот, пожалуйста, такую подушечку, кружечку снял свою на столике. И снял себя в этом объекте. Теперь с помощью Scene Change он может себя, во-первых, добавить. Добавляет. Он ходит по этому объекту. Также, помимо этого, он теперь может ходить за объекты. Как это было раньше. Слева показывается, если ты такое сделаешь, насколько нелепо. И как это станет сейчас. Справа он показывает, что он может ходить вокруг чашки, вперед чашки. И все это выглядит, как будто это действительно гигантская чашка. То есть, он полностью подставляет тебя под объект, чтобы это все было гармонично. Классно? Круто. Следующий проект Primos, это то, что Adobe ранее абсолютно не делал. Это для них абсолютно новая линейка развития, новая сторона развития. А это технология, которая может внедряться в одежду. И вы можете изменять цвета вашей одежды. К примеру, вот она поменяла. Вот вы пришли в одно платье. Нажали быстренько на платье, но поменяла другим цветом, другой раскраски. Хотите, чтобы это было необычно, а было анимировано. Это также возможно. Вы как-то прикасаетесь. И это платье теперь, оно анимируется без нажатия. То есть, ты можешь просто пошевелиться. Вот происходит у нас анимация этого платья. Саму технологию, само это платье, она сделала сама. И это скоро появится в будущем. То есть, на платье уже можно будет делать всякие разные крутые анимации. Следующий проект DubDubDub. В DubDubDub он не просто переводит твое видео с треканием твоих губ. Но он также сохраняет твой естественный голос. Круто, очень классно. Очень жду этого проекта DubDubDub. Как только можно будет использовать, сразу же скажу здесь. Ну и последний проект, который вот-вот появится. Проект называется Star Dust. Сейчас мы загружаем туда наше фото. Нейросеть полностью анализирует все фото. Все объекты, которые там есть. А это означает, что теперь мы можем выбрать этот объект. Просто нажатием на него. К примеру, в нашем случае это были люди. Вот мы нажали один раз, выбрали этих двух людей. И мы теперь можем делать с этими объектами все, что хотим. Можем менять их расположение. Пожалуйста, поменяли их влево. Без вырезки. Задник не меняется. Все классно. Все качественно. То есть нейросеть полностью анализирует. Также захотели убрать всю толпу. Одним кликом мыши мы их полностью удаляем с нашего кадра. Так как мы можем удалять, мы теперь можем и добавлять разные объекты. К примеру, нам тут не хватает собачки. Мы пишем промп, нам нужна собачка. Мы ее быстренько сюда добавляем. И из-за трекинга всего мы можем теперь менять одежды. Из-за того, что нейросеть хорошо считывает все объекты, мы их можем убирать. И она может их дорисовывать. Мы можем убрать эту девочку, и у нас дорисовывается этот мужчина. Дальше мы убираем эту девочку, можем убрать всех вокруг, и у нас вообще получается фотопортрет мальчика. И это вообще как будто сделана фотография только для него. Это были проекты с Ники, которые появятся вот-вот в ближайшем будущем. Порадемся то, что появилось сейчас, то, что мы можем уже использовать. Начнем с первого у нас Adobe Illustrator. В нем очень много обновлений, которые будут интересны всем. Первое из обновлений это Firefly Vector Model. Мы можем сгенерировать эту картинку, либо загрузить нашу картинку старую, и он ее полностью векторизирует. А это означает, что мы теперь с этой картинкой можем делать все, что хотим. Менять, добавлять, расширять, делать глубже, делать шире, меньше, больше. Следующая функция у нас Generative Recolor. И он намного лучше теперь перекрашивает все объекты. Одним кликом руки вы можете перекрашивать все ваши картины, объекты, одежду, фото, лого, ваши продукты, вас и так далее. Третье очень будет, думаю, всем актуально, а это распознавание и конвертация текста. Было ли такое у вас, что вам очень нравится определенный шрифт, но вы не знаете, что это за шрифт? Вообще, кем он создан, как он называется, где его найти и как сделать текст в таком же шрифте? Сейчас с этим распознаванием ты можешь загружать любую картинку сюда. Он ее полностью считывает. Мы нажимаем на нужный нам фон, который нам нравится, нужен нам шрифт. И теперь пишем наш текст в этом шрифте. Потрясающе! Дальше, рестилизация у нас доступна теперь. Что это означает? Мы сгенерировали одну картинку, но нам не нравится стиль этой картинки. У нас есть примерный стиль, который мы хотим видеть. И как теперь их объединить? Как это будет работать? Вот, к примеру, картинка, которая сгенерирована. А вот справа картинка стилистика и цветовая гамма, которая нравится. Мы теперь просто даем Adobe понять, что мы хотим, чтобы ты изменил мою картинку в вот этом стиле. И в один клик, пожалуйста, он полностью меняет эту картинку под стилистику, под цветовую гамму, которую мы ему дали. Следующее. У нас Adobe Illustrator теперь на веб-версии. Они сделали упрощенную веб-версию для таких людей, как я, которые не специалисты, не профессионалы, не дизайнеры, а просто хотят использовать это для своих соцсетей, для своих бизнесов. И теперь мне не нужно ничего не скачивать, не учиться каким-то сложным элементам. Я могу пользоваться упрощенной веб-версией, где как раз внедрен искусственный интеллект. Помимо Adobe Illustrator на вебе, у нас также теперь Photoshop на вебе. Также теперь не нужно ничего скачивать. И Firefly Model 2. Это генерация картинок. Она, кстати, бесплатная. Следующая у нас программа для видеомонтажа. Premiere Pro. Обновление. У него основная функция, которую они добавили, а это транскрибация голоса. Он теперь может распознавать твой голос и на разных языках. Он теперь понимает русский язык. А что это дает? У нас получается расшифровка того, что говорит автор. И с этой расшифровки мы теперь можем делать монтаж этому видео. Ускорять процессы в минуты. Например. Теперь нажимаем расшифровка голоса. Выбираем филеры. Мы выбираем филер в одном месте. Он его распознает, где еще это встречается во всем видео. И одним нажатием кнопки мы убираем этот филер. И теперь со всего видео у нас убирается это слово. Также с другими филерами вы можете это добавлять. Паузу. Берем эту паузу. Мы ее выбираем. Со всего видео она теперь удаляется. Отсюда, с этой расшифровки. Она у нас слева. Мы теперь делаем монтаж видео. Мы смотрим на расшифровку. Мы выбираем фразу, которая мне нужна, чтобы обрезать с нее видео. И он сразу же ее обрезает и подставляет. И внедрили у нас улучшение голоса в саму программу. То есть она у нас раньше была Adobe Enhancer. Это была веб-версия. Теперь улучшение голоса у нас происходит в самой программе. И из-за того, что оно теперь начало распознавать хорошо русский язык, я полагаю, из-за этого оно начало лучше чистить русскую речь. Для примера, вот так вот я говорю без Adobe Enhancer. А вот так вот я говорю с Adobe Enhancer. На английскую речь то работает еще лучше. Вот, пожалуйста, пример. То есть тут даже как будто микрофона теперь больше не надо, насколько хорошо он действительно чистит шумы. Следующее. Firefly Model 2. Генерация картиночек. У них обновилась версия. Теперь она генерирует картинки в разы лучше, чем это было ранее. Если в Majorney после того, как мы сгенерировали картинку, нам еще нужно улучшать качество, да? Если мы хотим что-то изменить, мы ее опять будем загружать в другую, третью программу. Здесь они это сделали. Опять же, они объединяют все эти программы. И теперь что мы можем? Во-первых, мы сгенерировали картинку. Посмотрим на качество. Я приближаю, какое отличное качество этой картинки, да? И если мне здесь что-то не понравилось, я хочу что-то здесь изменить, я нажимаю на вот этот значочек, и я его отправляю в Adobe Express. В Adobe Express я теперь могу с этой картинкой творить все, что я хочу. Я могу ее вставить в свою презентацию, я могу убрать какой-то объект, я могу заменить какой-то объект. К примеру, вот так вот я выбираю эту область, и я теперь здесь хочу, не знаю, Flying Car. Она мне генерирует четыре версии. Пожалуйста, во, какая машинка классно под мой стиль подходит. Супер оставляем. Помимо этого, я сразу же на эту картинку могу добавлять текст, не переходя какие-то другие программы. Вот, пожалуйста, мне понравилось, я делаю, и сразу же внизу я там добавляю текст. Классно, супер классно. То есть мы теперь полностью контролируем нашу композицию, нежели в других программах нам нужны какие-то дополнительные инструменты. И важно упомянуть, что они сделали акцент на безопасности использования фото, что очень многих создателей, особенно для коммерческих целей, волновало. Будет ли что-то в будущем, когда появятся законы на искусственный интеллект, на генерацию? Придут ли к ним и скажут, вообще-то это была моя картина, все, я там у тебя отсуживаю все, что угодно. Особенно это для брендов очень важно. И они сказали, что они тренируют свои модели на только бесплатных стоковых картинках, и поэтому никто к вам не придет за этим, вы спокойно можете их использовать в коммерческих целях. Обновление Adobe Express. Они его значительно улучшили и улучшают, и можно сказать, что он теперь будет составлять конкурента Canva, и станет актуальным для всех нас, так как Adobe еще и в веб-версии. Пожалуйста, заходи, видоизменяй, все как в Canva. Стал очень удобный интерфейс, появляется много функций, огромнейшее количество шаблонов, как бесплатные, так платные. Также, помимо этого, появилась генерация изображений, то есть они подключают свою Firefly Model 2 в Express, и мы теперь в Express генерируем, мы только что это увидели, мы внутри сгенерировали новые объекты. И главным преимуществом будет того, что мы можем создавать не только картинки, но мы сможем создавать элементы. А что это означает? Это означает, что ты здесь спокойно можешь полностью делать свой дизайнерский проект. Также, стоит упомянуть работу с текстом. Мы теперь можем делать этот текст в любых текстурах, в любых формах, в любых стилях. Но и вишенкой на торте будет то, что здесь не только можно изменять свой проект, а можно добавлять другой проект. К примеру, я его делала в другой программе. Загружать сюда, и здесь он его раскладывает по слоям. И теперь я могу работать с этими слоями и изменять, удалять какие-то отдельные элементы. И помимо этого, еще можно и анимировать свои же проекты. И планировать публикации. Здесь создаем картинку, здесь создаем дизайн. Пожалуйста, дальше ее еще и планируем. Я только могу начать уже 4 программы, которые мы можем не использовать, а все эти потребности закрыть уже только в Адобу. Также, скоро здесь можно будет делать презентацию, они сказали. И уже идет интеграция с другими программами. То есть, они претендуют действительно на конкурента канвы и будут добавлять все больше и больше фишек, и делать это так, чтобы просто человеку не понадобились другие программы. И 4 вещи, которые выйдут в Firefly в ближайшем будущем, а это генерация видео. Помимо картинок, мы теперь здесь можем генерировать видео. Соответственно, я полагаю, оно будет супер кастомизировано, как у нас и картинки. Мы сможем менять какие-то объекты, добавлять объекты. В общем, очень-очень сильно этого жду. У нас будет Sketch Match, а это для создания изображений на основе рисунков. И будет Sketch Scene Match. Это где мы сможем закидывать туда нашу композицию, он сможет ее полностью анализировать и показывать глубину макета изображения, если ты там больше, более глубоко работаешь с этими изображениями. И 4, я думаю, вас очень это потрясет, а это возможность обучать модель для собственного бренда. Не просто генерировать картинку, а обучить ее на твоем стиле твоего бренда, на твоих продуктах, загрузить туда все твои продукты линеечные, к примеру, там телефоны, мед, я не знаю. Он полностью считывает это и для твоего бренда ты сможешь генерировать постоянно изображение, картинки, видео. Это просто потрясающая новость, и я думаю, оно изменит все. А это было все на сегодня. Было много, очень-много, очень-много всего. А как Adobe сказал, это было рекордное количество обновлений за всю историю существования Adobe. Тестируйте уже те программы, которые доступны, тот же Firefly 2, бесплатная моделька, понравится. Возможно, дальше захотите приобрести подписку на все остальные программы и использовать Adobe по полной. И в конце я хочу сказать одну фразу, которую сказали на Adobe конференции, она у меня очень сильно откликается. А именно, искусственный интеллект никогда не заменит человеческую изобретательность. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...